Дома, где выживают, они живут. Губернатор Ненецкого округа лично встретился с жильцами аварийных деревяшек, чтобы посмотреть, в каких условиях проживают люди. А после отправился на стройку, чтобы выяснить, когда будет готово новое жилье. Об итогах поездки расскажем далее. Грибок на стенах и потолках, полы под наклоном, двери, которые не закрываются с первого раза. Жители аварийных домов уже который год ждут переселения в нормальные условия. Во время рабочей поездки губернатора Юрий Бездудный осмотрел три жилых здания. Дом номер 5 на улице Геофизиков, 14-й дом на улице Строителей и 5-Б на Озерной. Состояние квартир и самих домов напрямую зависит от жильцов, которые вкладывают деньги в аварийное жилье, лишь бы условия проживания стали чуть лучше. Ну и вкладывать деньги в эту квартиру смысла нет вообще никакого. Это деньги на ветер. Посмотрев условия проживания и пообщавшись с жителями, Юрий Бездудный отправился к строящимся домам на улицах Россихина и Строителей, в которые люди из аварийного и ветхого жилья должны переехать. Если первый дом уже практически полностью готов и по предварительным данным заселение в него начнется в конце сентября, то со вторым ситуация не такая радужная. Внутренняя отделка пока еще не началась. Есть вопросы и к качеству утепления дома. Внешний фасад здания это трехслойные панели, которые состоят, в том числе его составляющая часть это утеплитель, который внутри панелей находится. Аналогичное здание было построено в районе авиаторов, это детский садик и в настоящий момент прекрасно функционирует и здание является теплым. По срокам дом должны сдать в конце 2021-го, в начале 2022-го года. Но зима в Денинском округе начинается рано, а для жильцов аварийных домов это самое тяжелое время. На первом этаже люди включают по несколько обогревателей, а на верхних этажах наоборот живут с открытыми форточками. Именно поэтому губернатор региона, по его словам, лично просил строителей ускорить темп, так как зима не за горами, а нынешние условия непригодны для нормальной жизни. Мы посетили несколько домов, которые уже давно признаны аварийными. 1175-го года, там, 80-го года. Ну, дома действительно признаны давно аварийными, и те условия, в которых живут там, ну, они уже никакие. Даже те квартиры, где люди делали своими силами какой-то косметический ремонт, ну, совершенно бесполезны. Эти дома живут исключительно потому, что люди своими силами делают какие-то ремонты. Прямая цитата губернатора после поездки. Жильцы уже не первый год ждут переселения и очень надеются, что Новый год они все-таки будут встречать не в ветких домах, а в новых и теплых.